К чему готовится и какой может быть конец Путина в данном случае после вторжения на территорию Украины? Это чисто ваш прогноз? Во-первых, чтобы ответить на ваш вопрос, надо такой зум сделать и посмотреть большую картинку. В 2007 году на Мюхенской конференции Путин прямо заявил, что он хочет пересмотреть мировой порядок и представить свое видение. И он главной целью своего пересмотра взял либеральные демократические принципы, которые он ненавидит, потому что он считает, что демократия представляет угрозу для его режима внутри России. Из-за этого он уже начал этот весь процесс и первой военной жертвой для Путина в этой агрессии России оказалась Грузия. И тогда мы очень громко говорили, что это не только грузинско-российская война, а это начало большого процесса, который Путин так и объявил в 2007 году. И потом уже пошло-поехало по другим направлениям и в частности в 2014 году это аннексия Крыма и там военные действия на востоке Украины. Но реально этим Путин не остановился, потому что главной целью его не является ни Грузия, ни Украина, а главной целью является, чтобы он дискредитировал демократическую систему, систему, которая основывается на принципах международных конвенциях. Он все эти конвенции разорвал и сейчас уже весь этот процесс подошел к кульминации. Я думаю, если вот эту траекторию посмотреть, я думаю, что прогноз таков. Во-первых, эти этапы он в принципе для себя успешно прошел, потому что Запад и демократический мир не был готов тогда, чтобы ответить достаточно жестко его амбициям. Но реально на сегодняшний день, в 2022 году, Украина оказалась тем камнем предкровения, где уже Путин почувствовал, что его план не будет работать и все эти его планы рухнулись. Рухнулись, потому что сегодня Украина уже состоявшееся государство, которое перешагнуло страх перед этим российской, так скажем, военной или другой мощи. С другой стороны, Украина, особенно после 2014 года, состоялось как государство с функционирующими институтами безопасности, дипломатии и так далее. И другая проблема, которая возникла перед Путином, это United West, Запад, который объединился против его агрессивного ревизионизма. И в-третьих, в Украине оказался лидер президент Зеленский, который является не только украинским лидером, но сейчас уже является лидером свободного мира. Исходя из этого, я думаю, что уже режим Путина начинает рухнуть. Сейчас вопрос и задача состоит, сможет ли Россия оставаться тем государством, которое было до начала этой войны. И чем более продлится вот этот конфликт, это военный криминал, который российские войска сейчас в Украине творят, тем меньше остается шансов, что Россия будет способна поддержать свой суверенитет. Это идет десуверенизация этого государства, как мы его знали до этого конфликта. Так что я думаю, что если нам удастся сейчас остановить эту агрессию, и Россия имеет возможность, чтобы она оставалась легитимным государством, несмотря на вот эти злодеяния, которые она уже совершила, на которые все должны ответить. Но реально она не может продолжать существовать, как суверенное государство, которое было до этого, когда она сделала первый выстрел в направлении Украины.